Сделайте запись в журнале. Смерть наступила в 3.20. Причина смерти — обширный церебрально-васкулярный коллапс. Просим пассажиров забраться на палубе для просмотра видео нашего пола. Вы этого не помните, но вы уже были здесь. И не волнуйтесь, способность забыть тяготы рождения — величайшее благо для каждого. Одну вещь может гарантировать жизнь. Она закончится? Что это? Для людей, живущих на Земле, смерть — это единственное, в чем они могут быть уверены. Некоторые из вас боятся, некоторые в гневе. Вы не думали, что ваш час настал? Эй, 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 здравствуйте! Здравствуйте! О! Мы ждем вас в порту. Мы подготовим вас к следующей стадии вашего путешествия. На реке Лето. Там наши милые пловцы помогут вам легко войти в воду и проплыть сквозь... ...рамку. Вот мне сто шесть годиков, и я долго этого ждала. Чего? Путешествие в мир после. Я ее создал. Я ее создал для вас. Она позволит вашим атомам счастливо вернуться на Землю. Не скорбите о жизни. Вы к ней еще вернетесь. Мир после? То есть... ...мир после жизни? Да. Мы что, едем на тот свет? Папа? Так, все слушаем. Никого нельзя заставить войти в воду и проплыть через рамку. Свобода выбора очень неэффективная штука. И на этом этапе нужны вы. Пловцы необходимы. Кто вы? Из-за вас все это происходит? Ты прекрасно знаешь, кто я, Кэтрин. Мой отец умер 15 лет назад. Вы направляете, поддерживаете, слушаете. Заводите людей в воду и сквозь рамку к возрождению. Понятно? Да. Да. Не облажайтесь. Конечно. Хорошо. Все кончено, Кэтрин. Тебя здесь больше ничего не держит. Пойдем со мной. Не-не-не-не-не-не-не. Мне сегодня нельзя умирать, и я сегодня выступаю. Ну, боюсь, здесь нельзя сказать, я не хочу. Нет, а я скажу. Знаете что? Я не собираюсь умирать, сорвав джекпот. Нет, дужки? Нет, я не готов еще. Твое сознание не готово уйти. Сознание? Так вы меня называете? Сознание Кэтрин? Некоторые называют это иначе. Например, привидение или дух. Не-а, не-не-не-не-не-не, я ушел. Не думаю, что есть такой вариант. Не дождитесь. Какая еще смерть? Да я только жить начал. Каждый час, который ты проводишь здесь, делает твой переход все сложнее. Почему ты на меня давишь? Я приняла решение. Я остаюсь здесь. Это все нереально. Отрицая истину, ты только все усложняешь. Ты так настойчиво пытаешься уговорить меня уйти с тобой. Почему? Я пытаюсь избавить тебя от ненужных страданий. Тот сверд? Нет! Мне еще рано! Мне надо назад! Не хочу умирать! Я не готов умирать! Бегом! Чего вы все ждете? Сам не знаем. Да что с вами такое? Не знаем. Я не готов. Ты не мой отец. Я также думаю, что ты не галлюцинация. Ты преследуешь какие-то свои цели. Я пытаюсь тебе помочь. Перестань сопротивляться. Ты какое-то инопланетное существо? А ты любишь задавать вопросы, да? По моему опыту, тех, кто задает вопросы, ждут проблемы. Ладно, извините. Это ты создал все эти галлюцинации, не так ли? Этим занимается моя раса. За мгновение до смерти один из нас приходит к вам, помогая понять, что происходит, чтобы уход из жизни стал для вас радостным моментом. Плавцы необходимы. Вы направляете, поддерживаете, слушаете, заводите людей в воду и сквозь рамку к возрождению. А это что? Наша матрица – место, где будет продолжать жить твое сознание. Я не врал, когда говорил, что это чудесное место. Оно может превратиться во все, что ты пожелаешь. Это сахар? Это соль. Зачем? Чтобы хоть что-нибудь почувствовать. Она не пахнет. И вкус? Вкуса нет тоже. Эти чувства дает тело. Запаха нет, вкуса нет. Боли тоже. Видишь? Хочешь? Все равно безвкусно. Зачем принял облик моего отца? Обычно людям легче, когда они видят своих близких. Это делает переход менее пугающим. Я проделывал это множество раз, но никогда не встречал такого упрямства. Извините, извините, пардон. Помогите! Я не готов! Единственное, что тебе от меня нужно, это согласие пойти с тобой. Потому что это неизбежно. И потом, ты совсем не похож на доброго самаритянина. Ты скорее похож на коршуна, кружащего над умирающим. Так как в этот момент он беззащитен. Никого нельзя заставить войти в воду и проплыть через рамку. Свобода выбора – очень неэффективная штука. И на этом этапе нужны вы. Я ждал тебя. Я был терпелив. Но теперь твое терпение иссякло. Почему на самом деле ты хочешь забрать меня в Матрицу? Я почему-то не верю, что это связано с вечным счастьем. Ты должна пойти со мной. Если бы ты мог забрать меня силой, давно бы уже это сделал. Тебе нужно, чтобы я согласилась, чтобы я пошла с тобой добровольно, не так ли? Разве это не лучше, чем стоять здесь и продолжать бесполезный спор? Вот что я тебе скажу. Мы будем стоять здесь хоть до скончания времен. Но я никогда не соглашусь уйти с тобой добровольно. Рано или поздно я заберу тебя в свою Матрицу. И буду питаться тобой очень долго. Что-то не так, и ты это знаешь. Как, Аид? Как душа может пропасть? Как такое возможно? И что, если это не одна душа? Может, это только начало? Ммм, странно. Что такое? Не сходится. О чем ты? Одной души не хватает. Неверный итог. Что с ней случилось? Мы только что переправили ее сквозь рамку. Что это за место? В особенности боги, они крадут наши души. Так ты еще и богохульствуешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что будет, если облажаемся? Будете работать на детском возрождении.